ну что дорогие наши зрители всем привет сентябрь месяц сегодня радует нас погодой приехали мы на нашу фанзу и будем уже начинать как говорится приводить ее в порядок ну и сегодня еще одна цель которую мы сделаем и сегодня обожгем казан и подготовим его что в следующий раз можно было приехать и уже что-то на нем приготовить так что оставайтесь с нами смотрите не переключайтесь будет это все происходить в три этапа все вы думали ну я думаю все знаете что казаны из магазина приходят специальной смазки которая как ну такая склад складивная или как она называется ну короче смазка для хранения чтобы они не ржавели там ничего не дело с ними поэтому перед тем как работать перед тем как начинать готовить в казане его надо приготовить и для этого для этого мы сегодня по большому счету все и собрались устанавливаем казан при том обратите внимание казан ребятки устанавливаю вот так вот маленько на бок для чего все увидите ну и хотел бы еще рассказать что самые лучшие казаны печки друзья мои на канале мхо видео переходите пожалуйста по ссылочке которая будет в описании под видео и заказывайте качественную посуду ну как говорится мы приступаем сейчас мы должны наш казан хорошо хорошо прокалить поэтому огонь по максимуму здесь у нас тяга пошла ну и будем соответственно ждать процесс еще раз повторюсь будет проходить все в три этапа хотел бы еще немножко поговорить с вами про печки есть два вида печек которые предоставляются каналам им хо видео в чем их кажется ну в чем они различаются наиболее удобная печка это с трубой почему потому что соответственно идет тяга соответственно пламя и температура в печи становится больше здесь есть ручка заслонка которая перекрывает трубу соответственно можно регулировать подачу воздуха на печках которые без трубы с такими вырезами там так не будет и зачастую в процессе приготовления начинает сильно дымить понятно что к этому можно тоже все привыкнуть да но если кто-то будет выбирать печку чистую стационарную для себя я допустим рекомендую взять печку с трубой при том труба снимается ее можно снять и если там даже куда-то транспортировать будет выезд на природу то есть она снимается и не доставит вам никаких хлопот но мы продолжаем как говорится обратите внимание у нас казан черный то есть он еще раз я повторюсь находится в складской смазки ну то смазка для хранения и мы ее должны удалить поэтому еще раз удалять я буду в три этапа сейчас мы проходим первый этап то есть мы ее выжигаем вот обратите внимание вот на этот сизый дым как раз вот это выгорает вот этот масло все который пропитан казан в идеале этого дыма не должно быть это к этому мы сейчас и будем стремиться вот ребята смотрите видите казан начинает белеть то есть это все выжигается а почему на бок на бок чтобы как можно большую часть большую часть обжечь потому что вот смотрите здесь вот был перевернут видите как обожглось а здесь здесь всего немножко поэтому вот так вот периодически надо поворачивать чтобы как можно больше площади обожглось взямы еще раз говорю не забывайте вот так маленько подворачивать казак чтобы весь равномерно обжегся весь огонь по максимуму ведь он уже меньше начинает дымить и начинает менять цвет он становится более таким светлым ну я вам покажу в процессе вот видите друзья как он меняет цвет он начинает белеть здесь вот еще стенки темные а вот здесь уже он побелел вообще кажется процедура долгая долгая наверно часа полтора точно надо его выжигать ну мы этим кольце и занимаемся так ну что смотрим казан побелел то что побелел поменялся цвет и сейчас вот этот дым вот эта вся гарь который он был обработан что мы делаем дальше вот это как раз второй этап что мы делаем дальше смотрите мы берем высыпаем сюда соль для чего это делается чтобы соль собрала вот эту всю шлягу которая обгарки вот это все обгорелое что было соли крупную беру и все это вот сюда высыпаю сейчас мы его еще прокалим солью как раз соль она питается во все вот эти поры да всю эту грязь вытянет пачки трет я высыпаю сюда спросите чё ножа нет что ли ребятки нет подарите нож хорошая вот честно нету здесь ножа как лица только все еще начинается и ножа здесь нету столько и вот так вот два раз смотрите так вот по краешкам рассыпаем и все вот и в таком виде пусть он еще у нас стоит на большом огне но минут 30 точно соль периодически тоже помешиваем скомковал и казан ребята принимают вот такой серый оттенок серенький так и красивейший вот эти ошметки все на соль становится чернее это грязь и собирается прямо и хорошенько перемешиваем вот видно соль тоже тоже серый такой оттенок принимает я ну вот мы казанчик помыли очистили от соли и теперь следующая процедура которая ему предстоит мы сейчас просто в нем прокипятим воду это тоже немаловажно чтобы уже грится до конца убедиться что все убрали всю грязь водичку у него все закрываем у крышкой и пусть кипит так ну что у нас здесь закипела ой конечно закипела и все теперь вот так вот тоже по стеночкам аккуратно красивенько все этот кипяточек все этот кипяточек все дадим короче хорошо покипеть пускай прямо прокипятится все все у нас прокипятили мы казан сейчас в эту воду выльем и да и да и вот еще ребята старайтесь брать казаны у которых есть внизу площадка чтобы можно было куда-то его поставить чтоб он не качался вот допустим вот как этот видите нормально стоит короче выбирайте казан из площадкой робсон и летают с опять по максимуму сделаем огонь прямо в ух разогрелся он ну и перейдем к третьей завершающей заключительной стадии подготовки казана к работе друзья ну и вот заключительная наша стадия берем масло и сейчас вот так вот аккуратно по краешкам по стеночкам будем его наливать много не надо все берем черпачок черпачок и вот так вот маслицем аккуратненько по краешкам это маслицем аккуратненько по краешкам вот оно зазвенело вот создаем такое покрытие смотрите аккуратно чтобы масло не загорелось сильно не плескайте ну и все после того как мы обработали казан маслом мы масло уже сливаем и казан готов к работе дорогие друзья если вам было полезно это видео поставьте пальчики вверх подпишитесь на канал и хочу еще раз поблагодарить парней из имхо видео за предоставленный казан печку ребятки по поводу приобретения пишите им я ссылочку оставлю в описании под видео так что ребятки вам огромное спасибо ну а на сегодня все мы заканчиваем до новых встреч всем пока пока пока